Привет друзья! Сахарный диабет или сахарная болезнь – это широко распространенное заболевание, связанное с расстройством эндокринной системы. Основная его проблема заключается в постоянном риске развития гипергликемии, которая вызывает нарушение метаболизма и очень пагубно влияет на все системы органов, постепенно угнетая их работоспособность и приводя к развитию различных патологий. Поэтому людям, имеющим такое заболевание, очень важно тщательно следить за своим питанием, соблюдая все рекомендации врача. Относительно овощных культур, в меню диабетика тоже есть определенные нормы и правила. Ознакомимся подробнее с тем, какие овощи при диабете разрешается кушать в неограниченных количествах, какие лучше полностью исключить. А также узнаем, почему тушеные овощи для диабетиков более полезны, чем жареные или маринованные. О пользе овощей. Основу рациона должны составлять овощные культуры. Можно ли овощи при сахарном диабете? Все врачи в этом вопросе имеют единое мнение. Их не только можно, но и обязательно нужно включать в ежедневное меню больного диабетом. Какие именно полезные свойства овощей делают их незаменимым продуктом для питания диабетиков. В них содержится много клетчатки, которая помогает поддерживать достаточное количество углеводов, необходимое для полноценного энергетического обмена. Поэтому пища с высоким содержанием грубых пищевых волокон позитивно сказывается на состоянии здоровья больного. Насыщают организм витаминами, незаменимыми аминокислотами и необходимыми микро- и макроэлементами. Способствуют снижению веса, что очень позитивно сказывается на состоянии больных, так как избыточная масса тела как раз является одним из провоцирующих факторов при развитии сахарного диабета. Овощи способны нормализовать пищеварение и наладить стул, а также дают чувство сытости, которое позволит умерить аппетит. Помогают выводить токсины и шлаки из организма. Тонизируют, повышают работоспособность. Предотвращают резкие колебания уровня глюкозы в крови, что снижает риск развития гипергликемии. При диабете полезны не только овощи в цельном виде, но и овощные соки и смузи. В них сохраняется максимум полезных свойств, поэтому употребление овощных соков может даже облегчить течение заболевания. Грубые пищевые волокна необходимы для нормальной работы ЖКТ. Благодаря таким свойствам при диабете овощи рекомендуются в качестве основы рациона. Их можно использовать как самостоятельные блюда, как гарнир и как закуску или перекус, совершенно не боясь резкого ухудшения состояния из-за скачка сахара крови. Но это касается не всех овощных культур. Предпочтение нужно отдавать овощам с низким гликемическим индексом. Существует специальный параметр, по которому определяется, насколько конкретный продукт опасен или безопасен для питания диабетика. Называется он гликемический индекс ГИ. По ГИ судят о том, насколько повышается уровень глюкозы в крови после того, как в организм попал тот или иной продукт. Это относится и к овощам. Больным сахарной болезнью следует отдавать предпочтение овощным культурам с низким значением гликемического индекса. Именно такие овощи будут наиболее полезны, помогут стабилизировать состояние и дадут максимальный положительный эффект, если включать их в свой ежедневный рацион. Диета-терапия является наиболее важным методом лечения сахарного диабета. Контроль потребляемых продуктов больными диабетом нужен не только чтобы контролировать уровень сахара в крови, но и общее потребление калорий, а также сбалансированное поступление питательных веществ в организм при приеме пищи. Люди, страдающие диабетом, должны иметь свое сбалансированное диабетическое меню и понимать, какие полезные вещества поступают в их организм с пищей, овощами и фруктами. Люди с диабетом должны контролировать вес и поступающие в организм калории и вещества. Посмотрите таблицы идеального веса для вашего роста и возраста. Фактическая масса тела для нормы колеблется в пределах 10% от стандартной массы. Но если у вас вес менее 10% от нее, у вас недобор веса, а более 10% избыточный вес. Вес важен для того, чтобы четко понимать суточную норму употребляемых калорий. Обычно она высчитывается по формуле. Суточное количество калорий равно стандартный вес КГ, умноженный на количество калорий на килограмм веса тела. Какую бы стратегию организации диетотерапии вы не выбрали в борьбе за свое здоровье при сахарном диабете. Знаете, что есть несколько видов овощей, которые являются естественными врагами сахарного диабета. Обязательно включайте их в ваш повседневный рацион или сбалансированное меню, и сахарный диабет и его симптомы отступят. 1. Цветная капуста Цветная капуста сама по себе является одним из излюбленных видов овощей, практически регулярно появляющихся на наших столах, особенно в сезон. Видов приготовления цветной капусты достаточно много. Ее варят, жарят, добавляют в различные блюда и супы. Цветную капусту можно есть и сырой с легким майонезом или соусом на основе йогурта, зелени и любых других ингредиентов на ваш выбор – карри, куркума, чеснок, лимонный сок, перец и т.д. и т.п. В случае с сахарным диабетом важны не столько ее вкусовые качества, сколько полезные вещества, содержащиеся в ней. В частности, цветная капуста богата минералами хрома, который может эффективно регулировать уровень сахара в крови и улучшить толерантность к глюкозе. 2. Зеленый горошек. Как и цветная капуста, горох богат хромом и способствует секреции инсулина. 3. Зеленый перец. Зеленый перец удивителен по своим качествам. Фактически, вещества, содержащиеся в нем, выработанные в процессе фотосинтеза, могут способствовать поглощению сахара клетками. В результате, уровень сахара в крови после еды не повышается слишком быстро. Таким образом, включение этого продукта в меню или его добавление в салаты и блюда, обеспечивает регулирование уровня сахара в крови. 4. Шпинат. Шпинат – очень полезный продукт. Его должны есть и здоровые люди, и люди с различными заболеваниями. Исследования показали, что шпинат помогает людям с диабетом второго типа контролировать уровень сахара в крови. Особой эффективностью отличается шпинат с фиолетовыми листьями, ввиду наличия в них большого количества антоцианина. 5. Бобы. В бобах в большом количестве содержатся пищевые волокна, которые могут в определенной степени снижать уровень сахара в крови после их приема во время еды, а также предотвращать осложнения при гипертонии. 6. Капуста. Капуста богата витамином Е, который может способствовать секреции и образованию инсулина в организме человека, регулируя тем самым уровень сахара в крови. 7. Ямс. Китайская медицина считает, что ямс похожа формой на селезенку и, соответственно, полезен для почек и селезенки. Но и без такого странного для нас подхода, ямс – полезный продукт, в том числе и для профилактики сахарного диабета. Сахарный диабет в значительной степени связан с нарушениями нормальных функций печени, почек и селезенки. И ямс вполне эффективно помогает их нормализовать. 8. Стручковая фасоль. Стручковая фасоль – один из доступных продуктов на наших столах. Конечно, в наших широтах она появляется в виде продукта быстрой заморозки. Но подобная форма обработки продукта совсем не опасна для полезных веществ, хранящихся в ней, и фасоль не теряет своих качеств. Летом ситуация с доступностью фасоли более оптимистичная. Кроме того, фасоль можно выращивать и на даче. Фасоль – прекрасный источник белка, клетчатки, витаминов и минералов. Фасоль прекрасна при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, что является одним из симптомов диабета. Для больных гастритом фасоль также незаменима. Она усиливает секрецию желудочных соков и способствует пищеварению. Но еще важнее, фасоль содержит огромный набор кислот, органических и жирных, включая флавониды и кумарины. А аргинин, одна из содержащихся в ней аминокислот, обладает антидиабетическим действием. Овощи, от которых лучше отказаться. Не все овощи можно употреблять при сахарной болезни. Теперь рассмотрим, какие овощи противопоказаны при диабете. К этой категории относятся те овощные культуры, гликемический индекс которых имеет высокие или средние значения. Такие овощи содержат много глюкозы и крахмала, поэтому они могут навредить здоровью и ухудшить состояние больного. Картофель. Содержит много крахмала, мало клетчатки, поэтому при любом способе приготовления способствует быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Свекла. Ключает много быстрого сахара, содержание которого сильно повышается при термической обработке. Морковь. Содержит много глюкозы, быстро повышающий уровень сахара в крови. Кукуруза. Содержит много крахмала, который быстро повышает уровень сахара. Тыква. Довольно сладкий крахмалосодержащий овощ, термическая обработка повышает риск развития гипергликемии. Но означает ли это, что всем больным сахарной болезнью нужно полностью исключить указанные овощи из рациона? Конечно же, нет. В разумных количествах, при правильном способе приготовления, эти продукты не окажут особого влияния на уровень сахара в крови. Кроме того, если приготовить овощное рагу для диабетиков, в котором будут сочетаться перечисленные овощи с продуктами, способными понижать общий гликемический индекс блюда, то от такого питания можно получить только пользу. Важно, конкретные рекомендации относительно определенных продуктов питания и их допустимого количества нужно получить у лечащего врача. Основные принципы питания. Индивидуальные рекомендации по питанию дает врач-эндокринолог. Правильное диетическое питание при диабете всегда является основой физиологического состояния здоровья. Если соблюдать предписания врача в этом плане, то больной сахарным диабетом может жить полноценной жизнью, не чувствуя себя ущемленным. Конкретные рекомендации относительно рациона больного составляются индивидуально, исходя из типа диабета, его тяжести, состояния здоровья пациента, его веса и уровня физической активности. Будьте здоровы!